Историческое событие. Предприятиям, которые внесли вклад в победу над фашистами в Великой Отечественной войне, торжественно вручают наградные ленты «Самара. Город боевой и трудовой славы». Это почетное звание город получил в свой 430-й день рождения в эти выходные. Наградные ленты крепят на знамена предприятий, чтобы вдохновлять сотрудников на новые подвиги. Это большая честь для нас, но мы должны всегда помнить, что это прежде всего заслуга предыдущих поколений, тех, кто еще в годы Великой Отечественной войны в тылу ковал и на фронтах ковал эту победу. Для нас это большой аванс. Легендарные штурмовики Ил-2 – первые ракеты в космосе. Достижение самарцев – это лучшее доказательство, что город заслужил высокое звание города боевой и трудовой славы, отмечает губернатор Николай Меркушкин. И добавляет – звание не только почетное, но и обязывает. «Конечно, и сегодня мы делаем все для того, чтобы Самара стала в строй тех городов, тех центров, которые задают тон во всем. И я уверен, мы сможем сделать. Почему? Потому что в том числе это звание, присвоенное Самаре, заставляет сегодняшнее поколение, обязывает, может быть, сегодняшнее поколение, молодых людей равняться на то, что делали наши отцы, деды, равняться на те подвиги, равняться на то, как они трудились». После торжественной церемонии концерт народного артиста Льва Лещенко. Зрители стоя подпевают, а некоторые не могут сдержать слез. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.